Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Город полон тайн и звуков ленительных, страстных. Судьба города, судьба домов, судьба людей сквозь музыку города. Город и камни люблю, грохот его и шумы певучие. Музыкальный маршрут. По улицам Москвы прогуливаются Ирина Кленская и Александр Васькин. Может быть, остановимся? Слушаемся? Брюсов-Приулок, дом 7. Маршрут нам известный. Сегодня Мария Петровна Максакова, солистка Большого театра. Да, вы знаете, меня вот все время как-то беспокоило, почему из самых трех известных русских фамилий одна из них, Сидоров, как-то не связана с музыкой. Ну, Ивановых в Большом театре было, как говорится, пруд-прути. Много. Петровых тоже, мы уже говорили не раз. Пироговы были. А вот Сидоровы, слава богу, есть замечательная певица, и, конечно, речь идет о Максаковой, потому что настоящая девичья фамилия Сидорова. И звали ее Маруся Сидорова. Вот так и звали ее в церковном хоре, где пела девочка. Девочка пела в церковном хоре, но не сразу она начала петь в церковном хоре. Родилась она в 1902 году. Семья довольно благополучная была в Астрахани. Отец был служащий Волжского пароходства, Сидоров, очень успешный и аккуратный человек. Рано умер, и она была вынуждена петь в церковном хоре и получать рубль за месяц. Рубль – это были средние, но все-таки деньги, на которые можно было прокормиться. Ей было лет 15, наверное, 14. Ну, что-то здесь все-таки не случайно. Замечательный город Астрахань, и богат он не только черной икрой, но и талантами. Трудно поверить, но в Астрахани родилась и Валерия Барсова, и Тамара Милашкина, и наша сегодняшняя героиня Мария Максакова. Вот какой музыкальный город Астрахань. Может быть, очень благоприятный воздух Каспийского моря. Широта, простор. Да, ведь морской воздух очень полезен для вокалистов. И певцы, знаменитые, в том числе из Большого театра, специально ездили на Черное море, например, подышать этим целебным воздухом. Вспомним, Нежданова ездила каждый год в Италию на несколько месяцев, потому что море благотворно влияло на ее голос. А Бухова – Феодосию, где, правда, она и скончалась. Но я не думаю, что это связано с какими-то обстоятельствами, скажем так. Так просто она уже была пожилым человеком. Но вернемся в Астрахань. Где, кстати говоря, помнят, Марию Максакова проводит музыкальный фестиваль ее имени. Кажется, школа имени Марии Максаковой. Ну и даже в Москве память о ней сохранена, потому что на доме, вокруг которого мы сегодня гуляем, доме номер 7 в Брюсовом переулке, висит мемориальная доска. Саша, семья была симпатичная, спокойная, любящая. Когда у девочки обнаружился голос, в церковном хоре ее очень хвалили, ей захотелось всерьез заниматься музыкой. Но, к сожалению, отзывы профессионалов были грустные. Говорили, что, может быть, голос-то и есть, но петь никогда не будет. То, что он слабый, некрасивый, неяркий, невыразительный. И забудьте о карьере, ничего не получится. Ну вот однажды в Астрахань приезжает бывший баритон, в тот момент антрепренер Максимилиан Карлович Максаков. Он был родом из Австрии. Человек неудачной оперной карьеры, но очень удачной деловой карьеры. Он умел организовать гастроли, он умел найти певцов, устроить концерт. Он был такой деловой человек. И вот он встречает эту очаровательную молоденькую девочку, ей 17 лет. Говорят, он сразу влюбился, но был женат. Ну, еще бы, такая разница в возрасте, 32 года. Вот чтобы понять, кого сделал из юной, так сказать, хористки Максаков, а он выступил в роли продюсера, причем такого настоящего профи. Чтобы понять, кем она была, давайте вспомним. Ведь у Максаковой или у Маруси Сидоровой не было даже музыкального образования. Никакого. Никакого. И она говорила и вспоминала, что я сама выучилась нотной грамоти. То есть она самоучка. Что она делала? Она на стене своей комнаты писала гаммы и учила их целыми днями. Вот был процесс ее музыкальной грамоты. Потом она уже через два месяца настолько все заучила, что стала лучшим специалистом среди своих сверстников-хористов по музыкальной грамоте. И свободно читала с листа любую музыку. Но когда приехал Максаков, он тоже ее послушал и сказал, вероятно, в какой-то интимной обстановке, что голос-то у тебя есть, и, может быть, даже он замечательный, но петь ты не умеешь. И вряд ли когда-нибудь научишься, если тебе не встретится человек, который поможет тебе научиться. В то время он был женат. Она, говорят, так как-то резко отвернулась от него и уехала в Петербург поступать в консерваторию. Там она получила грустное. Подтверждение ее не приняли. Она вернулась в этот момент. Максаков овдовел, и он тут же женился на ней. Ему было 50 лет, ей 18. По легенде семейных говорят, что жена Максакова сказала, такая хорошая девочка Маша, женись на ней после меня. Но это, может быть, семейная легенда, а может быть, и нет, кто знает. Ох, болит, да щемит, третий мост, сердечко, Все по нем, по моем, по милом дружочке. Ну, вообще, ее поездка в Петербург, конечно, разочаровала ее. Потому что она приехала, во-первых, обратилась она к Глазунову. То есть сам Глазунов ее принял и сказал, что, в общем-то, у нее лирическая сопрано. А Максаков-то сказал ей, что у нее мецисопрано. Разница-то большая. Да, и что делать? Поэтому она вернулась в Астрахань. А в Астрахань, надо сказать, она до этого тоже пыталась поступить на оперную сцену. Там был замечательный театр оперный. И когда она пришла туда, то сказала, что я хочу быть солисткой. Она была очень худенькой, стройной такой девочкой. Она не тянула на свои 17 лет. Когда она пришла, то режиссер ее спросил, куда девочка пришла? В детский хор устраиваться? Ну, она, так сказать, не стушевалась, сказала, что хочет быть солисткой. И поручили ей выучить партию Ольги из оперы «Евгения Оегина». Представьте себе, в 17 лет ей дали 2 месяца, чтобы она выучила партию Ольги. Она вообще не была ни разу на оперной сцене. То есть, совершенно с улицы этот человек пришел. Тем не менее, как она спела? Что она спела? Интересно, если режиссер ей сказал, иди, Ольгу пой. Вы знаете, Саша, с одной стороны, интересно. С другой стороны, я думаю, что легенд так много. И легенды с таким желанием превращаются в традиции семейные. Что, может быть, это и не совсем так? Я не могу представить эту ситуацию. Это трудно понять. Потом она стала готовить эту партию. И столкнулась с таким враждебным отношением и миманса, и солистов к себе. Ей сказали, что как вообще вам не стыдно? Она получает оклад первой певицы, а ходить не умеет по сцене. Она задумалась, что такое ходить по сцене. Тогда она стала смотреть, как ходят другие певицы. Она в занавесе сделала дырочку и стала наблюдать. И пыталась учиться. Вроде она думала, что надо же, вроде бы я так хожу. Наблюдала, наблюдала, очень долго наблюдала. И в результате, так сказать, как она сказала, что я могла ходить по театру с закрытыми глазами. Музыкальный маршрут. Чтобы найти верную дорогу, сначала нужно заблудиться. По улицам Москвы прогуливаются Ирина Кленская и Александр Васькин. Но как раз к тому времени, когда объявился Макс Аков, или как еще его называют, Макс Шварц, происхождение его вообще, так сказать, непонятно и спорно, кто он и откуда взялся, то сказали, что приехал гроза непрофессионалов, так сказать. Что вот надо бояться, что ей его надо бояться, что он-то выведет ее на чистую воду, наконец-то. А этот человек, наверное, был один из лучших антрепренеров России. Он всю Россию объехал, где он только не ставил, чего не организовывал. И в Перми, и в Саратове, и в Самаре. Очень шустрый был человек. В общем, от Вологды до Керчи всю Россию исходил. И он заметил вот такое молодое, юное дарование. И, в общем-то, говоря сегодняшним языком, он раскрутил ее. Да, он, конечно, как она вспоминает, что уже когда она была известной актрисой, она говорила, ну как моя жизнь, репетиции, спектакли, а дома слезы. Потому что Максимилиан Карлович безжалостно и беспощадно разбирал все мои ошибки, все недочеты. И я плакала от злости, от обида, но это пошло мне на пользу. Но надо сказать, что через три года она дебютировала в Большом театре. И не просто дебютировала, она пела партию «Амнерис». Это одна из сложнейших партий вообще в мировом репертуаре, мне кажется. И этому поразились очень многие, пришедшие послушать молодую Максакову, потому что о ней ничего не было известно. И среди слушателей, кто сидел на галерке, был студент Московской консерватории Сережа Лемешев. Вот тогда он впервые увидел Максакову, который они вместе пели в Большом театре, впоследствии были в одной труппе. И вот кто такая Максакова? Жена того самого баритона Максакова. Все, больше ничего. Поражены были тем, что для дебюта выбрана такая трудная партия. И, в общем-то, обычно ее поют более опытные певицы. Да мечтают об этой партии, долго идут к ней. Да. И вот Лемешев рассказывает, начинается представление, начинается спектакль. Вдруг выходит тоненькая, закутанная, узкое одеяние девушка с худенькими руками, подросток, но с гордо посаженной головой. Лемешев говорит, что будто бы ее профиль с египетского рельефа. Они решили, что это не Амнерис, это какая-то актриса, может быть, меманца, балерина, которая играет служанку Амнерис. Все были убеждены, потому что привыкли к тому, что поющая Амнерис певица выглядит более внушительно и в более, так сказать, солидном возрасте. Ну, мы знаем, что некоторые наши примы пели Амнерисы в 50 и даже 60 лет. Да. Ну, не будем, так сказать, о грустном. И вот она запела. Запела. Голос, как говорил Лемешев, ее лился легко и свободно, довольно гармонично, величавая осанка. Мы сразу в нее влюбились. И последняя фраза Сергея Яковлевича. Амнерис была влекущей женственно в исполнении Максаковой. То есть, говоря сегодняшним языком, довольно сексуальная была актриса. А Сергей Яковлевич разбирался в женщинах. И понимал толк. Да, безусловно. Вот так создаялся дебют. И, в общем-то, она нашла благодарных слушателей в лице студентов консерватории. Ее зачисляют в труппу Большого театра. И не просто в труппу. Она поет все важные партии. Да, главные партии. Главные партии. Успешная судьба, успех, аплодисменты, богатство. Через 16 лет умирает Максаков. Она через год выходит замуж за дипломата. Такой давтя. На самом деле это был чекист. Ну, он был чекист, разведчик. А, в общем-то, официальная его должность – посол в Польше. Польша. А на самом деле, конечно, разведчик. Через некоторое время короткий очень брат был. Вот, они даже, я не знаю, не успели им насладиться счастьем супружеской жизни, как его вызвали в Москву и расстреляли. Черно-правый, черно-окый, молодец удалый. Полонил он мое сердце, не могу забыть. Как поднять нагую радость, что мил меня любит. Побегу ему навстречу, крепко обойму я. Но удивительным образом ее не то, что не тронули. Хотя в семье вспоминают, что она жила все время на чемоданах и боялась стука в дверь. Но через некоторое время у нее рождается ребенок. Рождается Людмила Максакова, известная артистка театра Вахтангова. Кто отец Максаковой, до сих пор никто не знает. И в семье это тайна. Кто-то говорит о том, что это был такой певец Большого театра Волков, который уехал в Америку. Он перешел в фронт во время войны. Ушел к немцам, эмигрировал в Америку потом. Кто-то говорит, что очень Сталин, Иосиф Виссарионович, большой знаток музыки и искусства, любил ее. И иногда, когда ему, может быть, было грустно, он говорил, где моя Кармен? И Кармен привозили. У любви, как у пташки крылья, ее нельзя никак поймать. Тщетны были бы все усилия, и крыльев ей нам не связать. Но на красно мольбы и слезы, и красноречи, и томный вид, безответная на угрозы, куда ей вздумало слетить. Да, действительно, Кармен называет ее коронной партией. Ведь это была ее последняя роль. Не случайно мы здесь вспомнили о Кармен. Ведь когда ее позвали в Большой театр на прощальный концерт, в 1953 году она была фактически уволена, в 1956, по-моему, был знаменитый спектакль, она выбрала именно Кармен. Вот что значит все-таки любовь к главной роли. Но я хочу сказать, что ведь она не только пела Кармен. Вот мне, например, очень запомнилась ее роль Марины Мнишек в опере «Борис Годунов», когда знаменитая сцена у фонтана «О царевичу моляю», когда она пела с Неллипом, то есть знаменитой постановки. Борис Годунов ставился в 1946 году, и в 1948 еще была редакция. И вот она, вы знаете, блистала тогда, блистала, неподражаемая Марина Мнишек, это Максакова. Максакова недаром она получила две сталинских премии. Песня «О царевичу моляю, О, не кляни меня за речи злые, Не укором, не насмешкой, Но чистой любовью звучат они Жаждой слабой твоей, Жаждой величия звучат Тихий ночной Мой милый Кстати, вот первую сталинскую премию Она получила за свою концертную деятельность. Она очень много выступала на фронтах Великой Отечественной войны, то есть во фронтовых бригадах, вообще активно очень ввела концертную деятельность. И вот это не случайно, потому что ее коллеги получали сталинские премии, в первой степени, кстати, тот же Рейзен, за конкретную партию. Здесь же вот именно за концертную деятельность. Надо сказать, что очень любил Сталин в ее исполнении песню «Над полями да над чистыми». И ни один правительственный концерт не обходился без этого номера. И каждый год одно и то же, каждый год одно и то же, но, естественно, никому в голову не приходило предложить что-то новое. Ну, зачем портить, так сказать, настроение? Тем более, что и по радио очень часто ее передавали. «Над полями да над чистыми Ветер птицею летит И серебряными искрами Поле ровное блестит Но звончай, звончай, пупельчики Заливайся голоса Эх ты, удаль молодецкая Эх ты, девичья краса А все-таки тонкий вкус был у вождя? Я не сказал, что тонкий. Может быть, если немного толстоват он был. Вот так скажем. Потому что, что уж говорить, мы уже о многих рассказывали, солистах Большого театра. И наши радиослушатели могут решить, что это мы выбираем. А все-таки мы подводим к этим биографиям. А выбирал-то другой человек, который вот и собрал такую команду в Большом театре. Из Ленинграда ведь она тоже. Она же в Ленинграде пела Максакова. Потом ее вернули в Москву. А если бы она пела плохо или не нравилась бы Сталину, ее бы перевели в другое место. Но, как правило... Подальше. Да, такого не было. Такого не было. Я думаю, она была хорошей матерью. Вы знаете, Саш, к нам в студию приходила Людмила Максакова, ее дочь. И она вспоминала о своем детстве. Она говорила, что маму нельзя было относиться к ней как к обыкновенной маме. Мама всегда перед концертом. Мама всегда должна отдыхать. Мама всегда должна быть в тишине. Ни одного звука, ни одного шороха перед концертом, спектаклем, выступлением. А после концерта, после спектакля в комнату, в квартиру заносили корзины цветов, цветов, цветов. И Людмила Максакова вспоминает этот странный, душный, тяжелый запах, аромат этих цветов. Мама была строгая и хотела, чтобы дочка выучилась обязательно французскому языку. Отправила ее в институт иностранных языков, где она действительно Людмила Максакова блестяще владеет французским языком. Однажды после войны во время постановки оперы «Борис Гдунов» случилась такая история. Репетировал тогда Пазовский Арий Моисеевич, который вскоре ушел в результате тяжелой болезни из театра. Ну вот он репетирует и о чем-то рассказывает долго участникам этой постановки легендарной. И вдруг он прерывается и говорит «Смотрите, товарищи, вот видите Максакова Мария Петровна, вы посмотрите, она же все записывает, что я говорю». И все смотрят, действительно она сидит в углу, у нее блокнот в руках и ручка. И вот как надо, вот как надо, товарищи, относиться к репетиции. И к искусству. Он не знал, что она занимается совсем другим. Она рассчитывает удой молока от ее коровы, сколько надо оставить дочери, сколько продать на рынке. Ну так и не узнал Арий Моисеевич истинную суть, сколько чего куда. Но тем не менее, это показательно. И многие знали, что вот о чем думают в этот момент. О простом, так сказать, о чем должна думать мать. А почему о корове удой? Потому что у нее был небольшой участок земли. В Снегирях они жили. И у нее была соседка Давыдова. Тоже, кстати, ее называют пассией. Вера Давыдова, Сталина, еще больше насочиняли истории. Они были соседями по даче, но и соперницами в театре, потому что они пели один и тот же репертуар. Это было то же самое, о чем мы уже не раз говорили. Лемешев-Козловский, Рейзен-Пирогов, Максакова, Давыдова. Но они и дружили как-то по-хорошему. Но тем не менее, все-таки почему-то Максакова не стала носительницей высшего звания. Народной. Народной артистской СССР. А почему? Странный вопрос. И только благодаря Фурцевой в 71-м году, когда она уже была на пенсии, когда другое поколение пело в Большом театре, когда записи Максаковой можно было услышать очень редко по радио. Были другие Марины Мнишек, другие Кармен в это время, так сказать, пристали на сцене Большого театра. Но ее это уже не впечатлило, как рассказала ее дочь. Она как-то совершенно, ну, практически равнодушна. Да-да, она, знаете, как ответила по словам Людмилы Максаковой, что это сейчас не имеет никакого значения. И ведь это действительно так. Ну, какое значение? Она давно уже на пенсии. Что это могло дать? Ну, какую-то добавку к ее пенсии, да? Что могло ей дать это? Наверное, в ее жизни было очень много, я думаю, трагических ноток. И даже арест второго мужа, и то, что, как говорит ее дочь, она опасалась за свою жизнь, и только начало войны как-то позволило ей вздохнуть спокойно. Она уехала в Астрахань. Ну, что же, ведь, получается, она была женой врага народа. Ведь так же, если муж ее расстрелян. А любовник перешел к границу, предполагая на муж. И я думаю, что, может быть, расположение Сталина, его любовь к голосу Максаковой, в общем-то, позволило ей чувствовать себя спокойно до смерти вождя в 1953 году. Хотя этот год оказался последним годом ее служения в Большом театре. Музыкальный маршрут. Мелодии города напомнят нам о многом. По улицам Москвы прогуливаются Ирина Кленская и Александр Васькин. Ее тут же отправили на пенсию, хотя ей 50 лет, по-моему, даже не было 50 лет. Это расцвет. Для Обуховой, Неждановой это годы расцвета были. Барсова та же самая пела в Травиате, когда ей крикнул кто-то с галерки «Ты жива, еще моя старушка!» На чем и закончилось ее выступление. Ее еле откачали. От обиды. А Максакова вполне могла бы еще лет 10 выступать в Большом театре. Но в то же время резкий уход от золотого поколения, от золотого фонда Большого театра, он освободил места для новой плеяды. Блистательных людей. Певцов, артистов, вокалистов. Какое-то время, конечно, она была, вероятно, в депрессии и в ужасном настроении. Но характер сильный и умеющий выживать. Она идет в русский народный оркестр имени Осипова и будет там петь, петь народные песни. Там будет петь Зыгкина, там будет Русланова, там иногда выступал Козловский. И она переключилась совершенно на другой репертуар. Она поет песни. Каким ты был, Таким остался, Орел степной, Козак лихой. Зачем, зачем Ты снова повстречался, Зачем нарушил Мой покой. Цвели, цвели, Цветики, Да поблекли, Любил меня, Миленькой, И надо сказать, что популярность ее очень большая. Выпускаются пластинки, выпускаются диски. По радио она, правда, поет уже все меньше и меньше, но, как вспоминают в семье, она обрела новую силу дыхания. Коллеги очень высоко оценивали. Конечно, очень непросто оценили Максакова. Не просто судить все-таки по отзывам коллег. Люди все интеллигентные, культурные. Лишнего слова не скажут. Лишнего не скажут. А уж не говоря про Козловского, который вообще не говорил лишних слов, и говорил все время, был закутан в шарф, то ли говорят от того, что боялся горло простудить, то ли от того, что боялся лишнее сказать. Но, тем не менее, какие-то крупицы мы можем найти в воспоминаниях ее коллег. Тот же Лемешев говорит очень интересно. Он говорил, что у нее был очень тонкий художественный вкус. И Максакова готова была скорее чуть не дожать, чем пережать. Мы понимаем, о чем он говорит. То есть чувство меры очень было. Чувство меры, да. И, в общем-то, чувство собственного достоинства и понимания, что она несет своим искусством, в хорошем смысле этого слова. И замечательно о ней говорила Вера Давыдова. Она говорила, что, ну, во-первых, оценка женщины, тоже красивой женщины, что Мария Петровна огромное значение передавала своему внешнему виду. Мало того, что она была очень красивой и обладала великолепной фигурой, но она тщательно следила за своей внешней формой. У нее была диета строгая, гимнастика. Мы знаем, что гимнастикой занимаются актрисы балета. Даже Гельцер, например, в 80 лет. Но, тем не менее, вот какое было отношение к себе, как к актрисе, которая выходит на сцену и создает совершенно иной образ в той или иной опере. Так что, там сложно судить, что было в душе у Марии Петровны. По крайней мере, ее очень любили зрители. Она не оставила воспоминаний и писем нет. Вероятно, то поколение вообще боялось. Нет, у нее есть книга, но это литературная запись. Все, что мы можем почерпнуть оттуда, можно легко резюмировать. Можно сказать, что она выбилась в люди. Она прожила трудную жизнь, она многого достигла своим путем. Это там общие слова. А вот такой пронзительной книги, воспоминаний, писем, к сожалению, нет. Вообще, вот люди той эпохи, даже воспоминания Козловского. Вам не кажется, Саш, немножко поверхностные и все заканчиваются общими какими-то словами? Много общих слов. Они очень похожи. Похожи друг на друга. Особенно, если читать Ивана Семеновича Козловского, который, наверное, был очень дипломатичным человеком. И лучше лишний раз чего-то не писать. Ну, что сказать, стандартные слова о том, что мой коллега там отличался профессионализмом, это же можно о любом написать. Да, вот воспоминания людей того времени отличаются бесцветностью, к сожалению, чаще всего. Ну, вы знаете, рано оставив сцену Большого театра, она нашла в себя в общественной деятельности. Она стала инициатором открытия в Астрахани, консерватории. Там проводились концерты, спектакли, фестивали. Вот такое ощущение, что она даже переняла эстафету своего первого мужа, антрепренера, Максакова. Той же самой Тамаре Милашкиной своей землячкой она помогала. И добрую память очень оставилась. Но она говорила о своем первом муже Максакове, что это был самый лучший человек в ее жизни. Вероятно, так и было. Я думаю, что Максакова останется все-таки в памяти очень многих, именно как непревзойденная Кармен. И это не только оценка наших зрителей, но и иностранных. В 30-е годы Максакова часто выезжала за границу. Она была в Турции, в Польше, в Швеции. И, в частности, вот есть такое интереснейшее впечатление, оставленное известной польской певицей Королевич Вайдовой. Она пишет, сравнивая ее с Барсовой. Абсолютно новым типом певицы по сравнению с Барсовой была Максакова, выступившая в роли Кармен. Прежде всего ее характеризовала сценическая индивидуальность, большой актерский талант, стихийная, бешеная, неудержимая, единственная в своем роде Кармен, которая и в вокальном отношении находилась на очень высоком уровне. Ну, она и после войны ездила в Финляндию, в ГДР, и, в общем-то, ее хорошо очень принимали. Интересные судьбы. Жалко, что мы мало можем узнать подробностей. Они были даже в самых многословных воспоминаниях, немногословные, это поколение. Пример Марии Максаковой не является единичным. Практически каждая биография представителя вот того золотого века, музыкального искусства, может нами рассматриваться даже под увеличительным стеклом, но больше, чем нужно, мы не узнаем. Такое было время. Ну, что ж, прогулка наша подошла к концу. Брюсов переулок, дом 7, еще много откроет тайн. Ну, может быть, в следующий раз мы поменяем маршрут и, может быть, свернем чуть-чуть влево. С удовольствием. Город полон тайн и звуков ленительных, страстных. Судьба города, судьба домов, судьба людей сквозь музыку города. И за поворотом нас ждет новая история, новая судьба, новая мелодия. По улицам города прогуливались Ирина Кленская и Александр Васькин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.